Валентина Гривцова, концертмейстер школы искусств из Догомыса, уже становилась лауреатом первой степени. Это было в 2010 году. Решила порадовать горожан и к нынешнему дню города. Песня «Солнечный город» была написана еще к Олимпиаде, но услышит ее широкая публика только сейчас, надеется автор. В оргкомитете идут прослушивания представленных материалов. Нашла я такой великолепный голос, как Игорь Харабет, и он спел достойно, фонограмму записал Виталий Филимонов. Так что я надеюсь, что буду победителем и на этот раз. Песенный конкурс проводится в четырех номинациях. Авторы-исполнители на собственные стихи и музыку, авторы-исполнители песен на стихи других поэтов и композиторов, авторы-песен и исполнители. Песни победителей будут разучены и исполнены городскими коллективами ко Всемирным хоровым играм 2016 года. Люди стремятся участвовать в конкурсе. На сегодня у нас около 30 заявок. Но я знаю, что еще придут многие, потому что много знакомых музыкантов в городе, которые желают принять участие в этом конкурсе. Я знаю, что это не последняя цифра. Также проходит и поэтический конкурс. И конкурс на лучшее прозаическое произведение Сочи. Заявки принимаются в библиотеке имени Пушкина. Получился всплеск творческих настроений среди наших читателей. У нас действует такое формирование, как поэтический балкон. И поэтому, естественно, что читатели и участники поэтического балкона приходят в библиотеку, оставляют заявки на этот конкурс. Сегодня о своем участии в конкурсе объявил и начинающий поэт. Так сам себя называет Василий Серебрянский. Любовь, наверное, к этому городу и рождая чувство о том, чтобы написать, там не обязательно быть писателем и поэтом, главное искренне любить этот город. И тогда строчки или какие-то истории сами собой льются из души. Итоги конкурсов будут подведены накануне Дня города 19 ноября. В зале органной камерной музыки пройдет галок-концерт с награждением победителей. А сегодня глава города Анатолий Пахомов поинтересовался, как идет подготовка к такому важному для курорта событию. Все это время наши горожане создают праздники практически для всей страны. И эти праздники мы делаем достойно. Ну и пришло время сделать этот праздник для самих себя. И я просил поменять концепцию, чтобы эта концепция проведения праздника исходила от самих наших горожан. У нас на сегодняшний день поступило много предложений от жителей города по поводу того, чтобы жители хотели видеть в рамках Дня города. И в связи с этими предложениями мы действительно меняем формат проведения Дня города в этом году. И он будет укладываться в четыре основных дня праздника. В этом году не только город подарит своим жителям яркие интересные мероприятия, но и сами горожане активно включились в этот процесс. Это еще и участие в таких конкурсах, как лучший по профессии, самый благоустроенный дворик и конкурс на самый зеленый балкон. А в музее истории будет организован экспозиция лики старого и нового Сочи. Архивные фото достанут из хранилища, а вот виды современного Сочи представят сами горожане. Пополнить эту экспозицию еще не поздно.